Музыка Можно? Здравствуйте! Здравствуйте! Гостей ждали? Ждем с нетерпением. Мы с удовольствием приехали. Мы очень вас ждали. Мы рады вас видеть в нашем доме, в нашей большой семье. Знакомство мы решили начать с главы семьи Александра Вячеславовича. Он уже 12 лет служит в рядах МЧС. О том, где он побывал за эти годы, говорят грамоты и благодарности за отличную службу, решимость и правильные действия при спасении людей. Я бы даже не выбирал это. Но как-то само по себе, наверное, получилось. С течением обстоятельств, с течением жизни. Так это как бы настоял мой отец. Он тоже был военный? Он был не военный, но он настоял, чтобы я поступил в кадетское училище Республика Калмыкия в городе Листа. И, соответственно, после кадетки поступил в академию. Это был 2002 год, я поступил в кадетку. В 2005 году закончил с красным дипломом кадетку. И уже по целевому направлению мы попали, я почему говорю мы, потому что у меня еще брат-близнец есть, попали в академию. Там прошли вступительные экзамены, курс молодого бойца. И в 2005 году, 1 августа, началась наша служба. Мне что нравится, то, что все ваши грамоты, благодарности, они у вас перед глазами детей. То есть я понимаю, что это не просто так, а чтобы ребята... Да, мы хотим донести, что когда ты служишь, когда ты работаешь и выполняешь свою работу качественно, она, соответственно, вознаграждается по-любому. Поэтому, чтобы все добросовестно выполняли, и дети стремились также к таким достижениям. Может быть, даже пусть я бы хотел, чтобы переросли меня даже, где-то лучше меня что-то делали. Поэтому стараемся для них быть примером, показывать. Мария и Александр поженились в 2002 году. А до этого были 8 лет красивой любви с письмами, встречами, разлуками, ожиданиями. В 2007 году я был на втором курсе. У нас, соответственно, сыграли свадьбы. Мы достаточно молодые были. Когда познакомились, мне было 13, ему было 15 лет. 15 лет, да. С тех пор как за руку взялись, и вот по сей день вместе. Маша, чем он так взял? Ну, такой он... Мне нравится то, что он такой немногословный был. Но он и сейчас такой, в принципе, и не изменился. И вот он всегда делал, что-то делал. Особенно если пообещает, он сделает. Вот такой вот он схватил меня крепко за руку. Я вот сразу по часток, я за каменной стеной такая вот. Именно муж принял решение, когда позвонила Машина мама и сообщила о том, что двое соседских мальчишек остались без родителей. И их отдают в детский дом. Мария так близко приняла эту беду, что несколько дней переживала и плакала. Ну, это было где-то 2-3 дня, так продолжалось. Она плакала, рыдала, рыдала. Я на меня смотрю, ну, человек убивается. Я говорю, что ты плачешь? Я говорю, у меня сейчас отпуск 15 августа. Сейчас рапорт напишу, едем, забираем детей и все, что ты плачешь? Вот так маленький Виталик, которому было всего год и 10 месяцев, его брат Толя, 6,5 лет, обрели и родной дом, и маму с папой. Конечно, было непросто, тем более, что дети были с проблемами. У него было развитие, 6 лет развития трехлетнего ребенка. Когда мы приехали, прошли по МПК, нам врачи говорят, инвалидность. Инвалидность. Ладно, Сашка вот поехал со мной. А я поехал по форме, я говорю, какая инвалидность? Я говорю, он еще в армию пойдет, говорю. Даже речи не может быть, вы дайте нам год, время дать, они только приехали, дайте им обосноваться, пусть почувствуют, что такое семья, с детьми, в школу будут ходить, в садик будут ходить, нормальное питание, какие-то секции сейчас будут отдавать, будем развивающиеся, какие-то занятия и все. И у них все получилось. Забота, внимание, любовь творят чудеса. Мальчики подрастают, учатся хорошо. У каждого из них свои увлечения. Старший Баир мечтает стать программистом. Его брат Эрдем играет в футбол. А ты нападающий, защитник? Защитник. Защитник? Вот первое место. Покажи. Вот первое место, смотри-ка. В втором зимой в спортзале первое место. То есть зимой, когда на поле нельзя, вы играете в спортзале, да? Скажи, пожалуйста, самое сложное в футболе это что? Ну, это сначала не отставать от своих сокомандников. Самое сложное в парах работать. У Анатолия лучше всего получаются модели из лего. Толя, у тебя самые любимые из лего, вот что ты любишь собирать? Космические корабли, я не знаю, там, лодки. Машины. Машины? Ну, давай попробуем какую-нибудь машину сможешь собрать? Вот из всего из этого. А как вот ты понимаешь, что нужно какую-то вот такую деталь для машины? Подбираешь просто? Да. Ну, даже мой дом просто. Виталик самый младший решил, что будет как папа. Конечно, может и передумать, пока вырастет. Но то, что в этой семье растут настоящие мужчины, которые берут пример со своего папы, главные помощники мамы, нет никаких сомнений. В семье Манджиевых бережно относятся и хранят традиции своего калмыцкого народа. Любят ходить в походы, когда вместе с папой можно половить рыбу, научиться разводить костер и правильно вести себя в лесу. А еще всей семьей можно собрать 130 банок и сделать тепловые свечи для тех, кто сейчас в горячей точке на передовой. Вот такая дружная, настоящая, любящая семья Марии и Александра Манджиевых. Ой, я очень хочу дочку. И вот буквально недавно только у нас разговор происходил, Саша мне говорит, может быть, мы возьмем девочку. А я говорю, ну посмотрим. Я считаю, что у нас Виталик еще маленький. Надо его все-таки... Я думаю, что жизнь покажет. Расставит там все на свои места. Но хочу сказать, страх стать приемным родителем. Вот раньше я вообще не понимала, как можно стать приемным родителем. И сейчас я понимаю, что это не так сложно. Это не так сложно. Самое главное – слышать ребенка. Самое главное – понимать его. И мы когда вот забирали детей, я же говорю, мы не думали о себе. У нас цель такая очень большая была – привести их в порядок. Вот так, скажи, захватываю. Вот так, скажи, захватываю. Держу его брюшечку в руке. Да, 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 да. Да, скажи, я еще умею улыбаться. Да, скажи, улыбаться не умею. Скажи, звуки произношу отдельные. Да, фактурные звуки. Смотри, как я прохвешиваю за игрушечки. За лицом взрослого. Да, да. А вы когда ее увидели? А я увидела на следующий день. Когда первичное обследование проводила, увидела ее. Вот. Я еще ее назвала дюймовочка. Она была очень крошечная. Очень-очень крошечная. Еще меньше, чем сейчас вы ее видите. Да, вот. Ну, такая она была худенькая, крошечная-крошечная девочка. Вот. Ну, мне она сразу как бы понравилась. У нее взгляд очень такой... Внимательный. Такой внимательный, добрый. Да, добрый. Скажи, ну, какой, скажи, взгляд мне. Да, да, да. Как ты внимательный, Леночка. На всех. Леночка смотрит. Да, на всех. Молодец. А давай мы поговорим с тобой. Давай, давай. Давай поговорим. Ты подняться хочешь? Да? Куда? Куда побежишь? Давай. Давай, поднимайся, поднимайся. Леночка. Леночка. Оп. Вот так. Вот. Вот. Ты же держишь голову. Молодец. Опускайся. Да, еще, еще, еще. Скажи, мне нужно подняться. Скажи, да. Старательная девчонка-то, да? Скажи, мне надо это увидеть. Да, да. Ну, старательная, да. И действительно, детки, от которых отказались в родильном доме, очень старательные. Они стараются лишний раз не плакать. Засыпают сами. Ведь мамы рядом нет. А значит, нет и колыбельных песен. Эти дети словно чувствуют, что от них отказались. Всю любовь и заботу они получают в доме ребенка от воспитателей и нянечек. Постоянно общаешься с этим ребенком, ты его знаешь, ты его чувствуешь уже. Вот. Да, можно понять, что ее интересует. Вот сразу, когда она пришла к нам, ее интересовало именно лицо взрослого. Вот она к взрослому интерес испытывала к его лицу. Рассматривала все внимательно. А сейчас ее игрушки, в принципе, мало интересует. В основном, лицо взрослого. Вот именно общение индивидуальное. Лена, Леночка, Аленушка. Девочка с очень серьезным взглядом. Какой она вырастет? Кем станет? На эти вопросы ответит только время. И те добрые люди, которые примут ее, как свою дочку. Ей спокойно стало. Она вот зацепилась пальчиками, вот за все мои вот, своими пальчиками. И все. Давай, скажи, мне так спокойно, хорошо стало. Да, Леночка? То есть ребенок, который сейчас, во всяком случае, каких-то больших проблем у родителей не вызовет? Ну, в данном, на данном возрастном этапе нет, не вызовет. Это особых проблем. То есть как обычный ребенок домашний, так и этот ребенок. Точно такие же манипуляции в плане кормления, в плане того же самого массажа. Всем деткам его прописывают, всем массаж, закаливающие процедуры. Занятия даже самые элементарные. Мамочка может с ребенком провести сама, без помощи специалиста. Сейчас есть много методической литературы, где можно это все узнать. И также применять вот на своих детках. К чему-то надо будет все-таки готовить приемных родителей в будущем? Да, готовиться нужно. В любом случае, да, быть готовыми к тому, что ребенок, допустим, на определенном возрастном этапе в год, он может не пойти сам, самостоятельно шаги может не делать. Но чуть позже он обязательно это все сделает, первые шаги. Нужно просто приложить усилия к этому. Точно так же и в развитии, в речевом развитии. Ребенок может слово «мама» не сказать ближе к 12 месяцам. Но позже это все равно появится. Нужны, опять же, усилия, именно родителей усилия. Главное полюбить этого ребенка, проникнуться им. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok